приветствую вас дорогие друзья на нашем пятом дне онлайн марафона и сегодня мы с вами рассмотрим очень важный это тема настройка аккомодации если вчера например мы с вами прорабатывали двигательную функцию глаз тренировали аккомодацию начинали первые шаги делать для того чтобы улучшить аккомодацию то есть способность видеть вблизи и вдали то сегодня мы с вами прицельно поработаем ими именно над этим параметром параметр этот тренировка цилиарные мышцы то есть мышцы хрусталика именно эта мышца меняет изменяет форму хрусталика и изменяя форму хрусталика оптическая система подстраиваются под соответственно либо дальний предмет либо ближний то есть для того основная задача зрительная система оптической оптической системы зрение заключается в том чтобы собрать те лучи света пропустить их через оптические среды глаз то есть это роговица хрусталик стекловидное тело и собрать их в одной точке в одной области на сетчатке который называется макула далее светочувствительные клеточки передают преобразует световой сигнал нервный информация уже передается по зрительным каналам по зрительным нервам зрительные доли головного мозга именно там формируется у нас картинка именно там формируется изображение многие ошибочно полагают что когда вы будете есть такое мнение бытует мнение то есть выполняя глаз двигательную гимнастику перемещая глаза вправо влево вверх вниз якобы это поможет лучше видеть на самом деле это не так потому что как бы вы не перемещали глаза хоть вправо хоть влево хоть вниз хоть 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 куда это никак не воздействует на вашу способность видеть вблизи или вдали напрямую почему потому что это никак не задействует именно тот мышечный аппарат который в общем-то отвечает за за аккомодацию то есть глаз двигательная гимнастика другими словами никак не воздействует на вашу способность видеть вблизи или вдали единственное исключение составляет условия при котором глаз двигательные мышцы находятся в зажатом состоянии в этом случае они начинают давить на глазное яблоко в этом случае да действительно освободив глаз двигательные мышцы вы от напряжения вы можете видеть лучше сдали или вблизи но это не происходит за счет перед искусственного перемещения взгляда это никак не на это не влияет для того чтобы именно углубиться в тему глаз двигательных мышц мы вчера уделили достаточно внимание мы проговаривали о том что вместо глаз двигательной гимнастики нужно использовать различные предметы яркие пример те же теннисные шары вот то есть обо всем об этом мы вчера говорили вот но сегодня мы должны с вами обратить внимание именно на целиарную мышцу это самая важная мышца которая обеспечивает нашу способность видеть как вблизи так и вдали при таких нарушениях рефракции как близорукость или дальнозоркость или пресс биопии именно целиарная мышца играет ключевую роль в выздоровлении вот этих вышеперечисленных проблем то есть при миопии или гиперметропии эта мышца может работать несбалансированным то есть может быть либо гипертонус либо гипотонус то есть в любом случае будут будет будет как как какое-то нарушение в работе этой мышцы также при пресс биопии возможно два две причины при котором при которых происходит данное заболевание то есть снижается объем аккомодации когда человек перестают видеть не только вблизи так же хорошо как раньше но и вдаль не видит молодые годы то есть в этом случае либо страдает целиарная мышца и теряет тонус либо уже конечно вопросы к хрусталику возможно он теряет эластичность упругость и так далее то есть становится более жестким как бы то ни было мы сегодня тренируем целиарную мышцу и для этого нам понадобится с вами книга я предлагаю вам взять любимую книгу это тоже одна из приятных частей нашей методики то что у каждого студента академии зрения есть любимая книга которая читает процессе занятий конечно часто этих книг несколько потому что занятие у нас как правило длятся от месяца до 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 бесконечности потому что все зависит от ваших нарушений зрения в среднем у нас требуется для того чтобы получить гарантированный результат не менее трех месяцев потому что именно это период гарантирует вам тренировку здорового зрительного поведения за месяц натренировать зрение очень сложно потому что пока вы пойдете в ритм пока вы пока вы познакомитесь с методикой пока вы более-менее адаптируетесь уже прошло там две-три недели и вот за две недели нужно получить результат конечно это этого недостаточно и обычно первый месяц он все-таки рассматривается как адаптационный но учитывая то что вы конечно позанимались с вами практически пять дней можно сказать что какой-то степени вы познакомились с нашими упражнениями но это всего лишь только одна пятая часть и так значит как мы с вами будем сегодня тренироваться первое с чего мы с вами начнем это умывание закройте глаза представьте целебную воду перед собой ставьте себя в этой воде твое отражение улыбнитесь самому себе зачерпните воду и сделайте 5 10 умываний глаза закрыты очень хорошо далее вы берете повязку для глаза либо просто прикрываете один глаз сам глаз не надо щурить не не надо его сжимать то есть сам сам по себе глаз должен быть у вас открыт вы просто вы прикрываете одеваете повязку либо прикрываете один глаз ладонью книгу вы выстраиваете на следующем расстоянии если вы тренируете зрение вблизи можно взять не обязательно книгу можно взять даже телефон вы можете с телефона читать или с компьютера то есть вы будете тренировать зрение вблизи если вы если вы тренируете зрение вдаль и вы плохо видите вдаль вам понадобится либо подставка для книги держатель для книги либо поставьте ее таким образом чтобы она у вас была на уровне глаз и при прийти чем-нибудь другой книги например очень важно я хотел бы на этом заострить внимание как правильно читать текст без ущерба для зрения многие читают вот так чем чревато подобная позиция ну во первых вы читаете сверху вниз и это приводит к тому что у вас работают дополнительно еще верхние прямые мышцы глаз преимущество позиции пель перед глазами заключается в том что вам не надо вас вот эта мышца перед верхняя прямая мышца будет расслаблен в этом положении угол примерно 10-15 градусов то есть не не четко вот перед глазами чуть чуть пониже 10-15 градусов голова голову не должны запрокидывать назад не вперед это тоже очень важно в данном случае вы используете как раз принцип центральной фиксации хорошо поставьте книгу напротив глаза напротив глаз сейчас как раз сделаю и далее ну в идеале конечно вам нужно сделать замер на каком расстоянии вы видите текст максимальная дистанция это у вас будет максимальная дистанция с которой вы видите текст книги стандартного формата опять после тренировки после перерыва то есть мы будем делать с вами сначала почитаем чуть-чуть потом сделал небольшой перерыв вы можете сделать повторные замеры или после пальмы сделать повторные замеры и попробуйте дистанцию постепенно увеличивать в этом заключается смысл хорошо давайте я засеку время вы начнете читать поехали то есть закрываете ладонью один глаз и начинаете читать книгу либо с максимально дальнего расстояния либо с максимально ближнего для ближнего расстояния можно взять телефон планшет или читать с компьютером поехали разумеется вы читаете без очков всякий случай проговариваю потому что кому-то может быть голову придет одеть очки не в очках читать это бессмысленно и беспощадно наша задача именно научиться без очков видеть почитаем мы с вами совсем чуть-чуть чтобы прикоснулись поняли смысл книга разумеется должна быть очень хорошо освещено это тоже надеюсь понятно лучше читать при искусственном свете потому что это условия которые можно повторить естественное освещение но не постоянно вы к нему не не сможете привыкнуть и замеры будут не объективные читать можно как про себя так и вслух во время чтения вы кстати можете использовать еще и ритм стук на для того чтобы стимулировать морганье и и и и и хорошо для того чтобы расслабить немножко и сделать расслабить глаз и сделать небольшой перерыв достаточно просто перевести взгляд вдаль открыть глаза пошире и поборгать также в ритм стук когда я смотрю вдаль я смотрю через окно смотрю далеко насколько мне позволяет вообще линия горизонта если у вас такой возможности нет повесьте просто табличку для проверки зрения и смотрите например на кунт мелкий символ для вас как раз будет подобная практика хорошо повязку одеваем на другой глаз и продолжаем чтение уже другим глазом расстояние может естественно поменяться повторяю что мы читаем на пограничном состоянии аккомодации это означает что вы не читаете когда вам комфортно то есть состояние должно быть пограничное то есть вижу не вижу вижу не вижу чтобы у вас шла тренировка если вы возьмете книгу и будете читать ее на комфортном расстоянии какая же здесь тренировка никакой тренировки здесь не поехали а 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 переворачиваем страницу если там мы уже одну прочитали я читаю на небольшом расстоянии для того чтобы иметь возможность понятно дотянуться до книги а так ну в принципе вот мое расстояние при котором я вижу книгу это примерно два метра и соответствует стопроцентному зрению может даже два с половиной все зависит еще от качества книги того что книга бывает пары и уже бумага желтая буквы там не такие яркие а есть книги новые с очень хорошим ярким шрифтом и читать полегче достаточно снимаем повязку теперь сделаем несколько расслабляющих упражнений и после этого мы почитаем немножко с двумя глазами сделаем опять умывание далее возьмите мячик но можно не обязательно мяч взять можно в принципе любой предмет не имеет значения поместить его напротив глаз на близком расстоянии примерно вот ладонь и разворачивайте корпус вправо-влево глядя опять же на мячик лучше это делать стоя и сидя мне так удобнее показывать вообще лучше конечно делать стоя следующий вариант максимально вытянутой руки надо поворачивать не руку так а корпус видите полностью двигаемся не очень быстро для того чтобы взгляд успевал за мячиком хорошо и еще один вариант близко далеко так есть вопрос книга карманного формата да вроде бога без разницы какого формата правый глаз видеть слабее чем лен и на кого расстояние это нормально ну как нормально это говорит о том что у вас один глаз сильный более сильный другой более слабый здесь мы разворачиваем корпус и медленно приближаем и отдаляем мячик упражнение поделали можем также с активизировать периферическое зрение потому что в данном случае мы расслабно напрягаем в основном как напрягаем конечно не напрягает задействуя центральное зрение можем с активизировать дополнительно периферическое зрение то есть возьмите вас любых ярких предметов можно по мяча на камеру смотрите прямо перед собой и мячи перемещаете вверх вниз вперед назад то есть важно их увидеть одновременно правом и левым глазом зафиксировать движение этим самым вы активизируете периферическое зрение хорошо после этого читаете двумя глазами расстояние естественно вы меняете то что двумя глазами у вас способность аккомодации будет гораздо выше чем одним глазом пусть даже один глаз у вас видит лучше двумя глазами вы все равно будете читать лучше поэтому здесь вы меняете опять расстояние делайте замер то есть мерить и допустим с расстояние там 50 сантиметров 60 пробуйте его увеличить если это соответственно зрение вдаль если зрение вблизи пробуйте его наоборот приблизить книгу или прошуру маленькую с мелким текстом или примеру тот же планшет или телефон поехали читаем с вами с вами давайте чем мы с вами занимаемся напомню мы читаем либо с максимальной дистанции аккомодации либо с минимальной дистанции аккомодации в зависимости от того какое зрение вы тренируете есть два типа зрения вблизи или вдали если вы плохо видите вдаль ваша задача читать на максимально дальнем расстоянии если вы тренируетесь для того чтобы читать мелкий текст соответственно у вас расстояние будет минимально и тех кто тренирует зрение вблизи вам лучше всего использовать телефон поступил вопрос а если без очков читать не могу но это если у вас процент остроты зрения очень низкий близится вообще к минимальному это одна ситуация другая ситуация что вам надо книгу приближать очень близко это другая ситуация то есть вообще у нас занимаются ученики вот я лично сопровождаю ученика у которого минус 20 представь минус 20 то есть мы когда начинали на данное упражнение с ним он мог читать с расстояния 9 сантиметров это не сразу сначала по одиночке по одним глазом потом другим потом потихонечку разогревался бог читать двумя глазами сейчас он читается расстояние 25 сантиметров вот понимаете чувствуете динамику да вот другое дело если у вас сосудистые изменения там к примеру окулярная дистрофия или или к примеру катаракта или у вас нерв атрофированный глаз видит там процентов на 5-10 это другая ситуация в этом случае вы скорее всего не сможете читать либо вам надо будет подбирать большие буквы более крупный текст либо работать уже не с книгой например а с табличкой для зрения то есть ну в любом случае какие-то символы и какой-то зрительный интерес у вас должен стимулироваться через через текст через объекты на плоскость вот это может быть табличка для зрения тоже вариант у нас одна из тренировок которые мы делаем на занятиях академии зрения это тренировка с табличками так еще вопрос ну то что вы спрашиваете наталья я по описанию сказать затрудняюсь надо вас осматривает потому что то что вы описываете но нет мало чем говорит потому здесь нужно индивидуально с вами общаться смотреть снимки смотреть хотя бы фотографии прошли то что вы описываете краснота белые пятнышки то за пятнышки день нижнем веке это может быть вообще к зрению не иметь никакого отношения может быть больше вопрос дерматолога то есть нужно индивидуально общаться так вот по тексту я вам не готов ответить что это заявление есть несколько возможных вариантов я даже их озвучивать не хочу для того чтобы не вводить вас заблуждение хорошо друзья давайте я вам сейчас прервитесь прервите чтение я расскажу соответственно вам что нужно делать дальше для того чтобы получить уже гарантированный и стабильный результат по улучшению зрения мы с вами про занимались 5 дней завтра вас ждет урок еще по йоге йога у нас входит также занять академии зрения это очень приятное дополнение и почему именно йога потому что йога позволяет работать осанкой осанка это неотъемлемая часть здорового зрения если у вас кривая спина кривая осанка то гарантированно вы вернуть зрение не сможете то есть нужно снимать напряжение мышцы шеи мышцы спины и устраивать нормальное кровообращение головного мозга потому что видим мы с вами мозгом если мозг получает недостаточное количество питательных веществ то у него образуются различные спазмы проблемы с сосудами возникают ну и конечно напряжение которое в общем-то его не покидает поэтому йога у нас неотъемлемый инструмент в академии зрения как в общем-то и цигун то есть если у вас есть сосудистые изменения глаз такие как катаракта глухома макулодистрофия для этого надо заниматься еще и цигун это китайская система саморегуляции она позволяет локально улучшать кровообращение то есть не не просто там с помощью таблетки и помощью к примеру каких-то манипуляций непонятно то есть он позволяет именно прицельно локально улучшать кровообращение кровоток стимулировать микроциркуляцию крови например печатки и это конечно критически важно для тех у кого сосудистые изменения глаз для вас у нас есть специальный промо-код сегодня он действует до воскресенья промо-код этот называется взгляд можете написать маленькими хоть большими буквами без разницы он дает возможность 20 процентов 25 процентной скидки на наши абонементы у нас существует три возможных абонемента это базовый абонемент он идет на месяц после после месяца обучения вы два месяца уже занимаетесь самостоятельно за месяц вы осваиваете базовые упражнения основной абонемент который у нас наиболее популярен и который в общем то я всем рекомендую это трехмесячный почему именно три месяца потому что именно статистически в основном за три месяца мы осваиваем здоровое зрительное поведение здоровые зрительные привычки и поэтому вот самый оптимальный срок для восстановления зрения три месяца и третий абонемент это уже на полгода то есть это для тех у кого зрение с нарушение высокой степени например больше четырех диоптрий и есть сосудистые изменения катаракта глукома то есть есть такие осложнения которые требуют более длительного лечения в этом случае вам понадобится осваивать не только здоровое зрительное поведение но и налегать на занятия цигун йогой который также входят в наши абонементы то есть когда вы становитесь участником академии зрения вы получаете доступ ко всем занятиям так по тренировке зрения так и к занятиям йогой и цигун это очень удобно и очень эффективно как показывают наших многолетний опыт наши ученики в среднем получают результат от четверти до одной диоптере за один месяц при условии регулярности занятий занятия у нас проходит как в режиме онлайн на живую также как мы с вами занимаемся по понедельникам средам и субботам и также есть уроки уже в записи видео готовых видео снятых ранее подготовленных для вас вместе с заданием когда у вас когда вы оформляете абонемент вы получаете доступ ко всем занятиям без ограничений и начинаете заниматься как по видео урокам так и получаете приглашение на онлайн занятия по понедельникам средам и субботам так у нас есть вопрос федор я читал рекомендации о том что нужно умывать глаза по утрам водой что вы скажете в общем то никаких противоречий я не вижу умывать глаза водой действительно нужно при условии что вода у вас не очень грязная если вода чистая пожалуйста мы в общем то в общем то все этим и занимаются если не мыть руки они будут грязные снимывать глаза после того как вы ночью провели время там постели в кровати то есть очень часто все равно в глазах что-то остается в общем то резонно и умывать водой первый раз слышу такой вопрос поэтому конечно это нормально умывать глаза воду утром вот но имейте ввиду что в основном вода у нас не знаю как у вас у нас к примеру в тюмени она хлорирована и честно говоря я особо и большого интереса не питаю особенно ее если в глаза засовывать это вообще то есть от хлорки слизистая начинает раздражаться то есть будет можно заработать конъюнктивит и в общем то просто неприятные ощущения поэтому я умываюсь с осторожностью хорошо друзья ждем вас на занятиях промо код слова взгляд и увидимся с вами до встречи